Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, селекционер-фитопатолог. И сегодня мы с вами поговорим о таком опасном заболевании, как ржавчина. Последнее десятилетие ржавчина груши стала настоящим бичом в наших садах. Она повреждает грушу, а последние 2-3 года участились в сообщении о ржавчине на яблоне. Так что же такое за заболевание ржавчина? Ее вызывает очень своеобразный двудомный грибок гимноспарангиум. Для его развития обязательно нужны 2 растения хозяина. Основное растение хозяин – это можжевельник, причем строго определенных видов. Можжевельник обыкновенный хозяином для ржавчины груши не является. Ему нужны можжевельник казацкий, горизонтальный, красный, высокий. В основном это формы, которые стелятся с темно-зеленой хвоей. Именно на нем споры ржавчины прорастают, врастают в кору, разрастаются там, вызывая уродливое разрастание коры. И рано весной на побегах на ветвях можжевельника, как только установится положительная температура воздуха, появляются уродливые наросты. Во влажную погоду они становятся похожими на кусочки оранжево-ржавого желе. Когда же температура повышается, эти желеобразные выросты подсыхают, превращаясь в малозаметные корочки. И когда мы раздвигаем где-нибудь в июне, в июле ветки можжевельника в попытках найти, где же этот грибок, где же этот паразит, его заметить довольно сложно. Он фактически сливается с чешуйками коры, но тем не менее продолжая рассеивать споры. Итак, рано весной спора ржавчины, попав на молодые листочки, прорастает, вызывая отравление тканей, в результате чего они меняют свой цвет на яркий желто-оранжевый. В июне месяце, в отдельные годы, уже можно видеть, что деревья становятся как будто веснущитыми. Все листики груши покрыты большим количеством ярких пятнышек. В дальнейшем эти пятнышки разрастаются, приобретают все более яркую окраску, оранжево-красную просто, сливаются. Где-то в августе месяце на тыльной стороне листьев образуются выросты, так называемые эцидии, ну или в простонародье рожки. Именно там образуется новое поколение спор, которые вызывают заражение новых кустов, новых веток можжевельника. Цикл замыкается. Таким образом, можжевельник заражает грушу, груша осенью заражает можжевельник. Но заразить сами себя ни можжевельник, ни груша не могут. Поэтому, если исключить из своих насаждений хотя бы одно из растений, со временем рожавчина исчезает. Но, к сожалению, условия у нас таковы, что где-то обязательно найдутся груши больные, где-то найдутся обязательно больные можжевельники. И еще большой минус ржавчины в том, что ее споры способны лететь за сотни метров. А в условиях открытой местности, в условиях, где сильные ветра, есть такие сообщения, что споры могут лететь даже километр-два и более. Ну и, как следствие, попав на листик, она вызывает развитие заболевания. В чем опасность ржавчины груши? Дело в том, что лист является основным органом фотосинтеза, то есть питание растения. Чем больше листовая поверхность, чем она здоровее, тем лучше себя чувствует растение. Именно в листьях синтезируются все те питательные вещества, которые пойдут на цветение, на завязывание и созревание урожая, на рост и развитие дерева. И лишая его листьев, грибок обрекает растение фактически на голодовку. При сильном поражении, когда очень много пятен, когда листья даже не справляются, отмирают, начинают опадать, растение начинает испытывать стресс. А если ржавчина поразила еще и побеги, то эти побеги на следующий год, а то и в течение даже ближайшего сезона, начинают отмирать. То есть деревья теряют и часть кроны. К сожалению, я видела такие серьезные поражения уже взрослых груш, которые реально усыхали просто на глазах. Из-за того, что буквально в 10 метрах от них росли огромные кусты можжевельника казацкого, который, собственно, и заразил грушу. Поражение там достигало, если по 5-бальной системе, 4-5 баллов. То есть растение было фактически уже обречено. Вы скажете, что же тогда делать, если мы не можем отказаться от любимых груш, если можжевельники у вас растут давно, и вы не хотите от них отказываться, или вы отказались, а есть у соседей. В таком случае остается только профилактика и защита. Ведь, к сожалению, полностью непоражаемых ржавчиной сортов груши не существует. Замечено, что меньше всего болеют ржавчиной сорта груши те, которые созданы с участием азиатских, китайских форм. Или чистые китайские груши. Я думаю, вы все видели в продаже круглые китайские белые, светло-желтые грушки. Они болеют гораздо слабее. Но, к сожалению, не все они у нас хорошо растут. И не всем нравится их вкус. Все-таки европейские груши, маслянистые, тающие – это то, что для нас более привычно. Поэтому давайте с вами сейчас озаботимся тем, что нужно сделать, чтобы ржавчина в ваших садах появлялась как можно реже и проявлялась как можно меньше. Итак, первое. Самый важный момент при защите от ржавчины – это не упустить именно тот момент, когда споры начинают разлетаться. Это ранняя весна. Это конец апреля, начало мая, когда температура воздуха подымается до плюс 6-10 градусов Цельсия и устанавливается дождливая погода. Грибок специально как будто приурочивает выброс спор к самым благоприятным для этого условиям. Именно в конце апреля, начале мая, набухают почки у груш. Появляются первые листочки. Поэтому в этот период очень важно провести тщательную, можно сказать, сплошную обработку своих груш, своих можжевельников, ну и остальных, естественно, плодовых ягодных растений препаратами меди, либо низкотемпературными химическими препаратами типа хорус или раёк. При этом препараты меди какие мы можем использовать? Это 1-3% бордовская жидкость, медный купорос, купраксат, медекс, абигопик, азофос. Хорус, раёк мы можем применять в концентрации чуть выше, чем рекомендованный, для того, чтобы обеспечить как можно более полное искоренение возбудителя ржавчины. В дальнейшем, когда лист груши разворачивается, это обычно приурочено к началу цветения, мы проводим повторную обработку. В этот момент уже температура устанавливается, как правило, гораздо выше, плюс 10. И мы можем использовать такие препараты, как скор, топаз, топсин-М и другие широкого спектра действия, например, фундазол, либо его аналоги. После того, как груша отцвела, когда у неё осыпались все лепестки, а листовая пластинка развернулась полностью, мы проводим ещё одну обработку теми же препаратами, но при этом обязательно их чередуем друг с другом, чтобы не было привыкания. То есть, если мы использовали топаз, давайте используем скор. Если скор, используем топаз, либо топсин, либо тот же хорус. Это позволит избежать выработки резистентности, то есть привыкания у возбудителя ржавчины. В целом, все обработки от ржавчины следует приурочивать в первую очередь к фазам фенологическим, то есть это конец цветения, это формирование завязи размером с лесной орех, формирование завязи с грецкий орех. Таким образом, мы предупредим не только развитие ржавчины, но и развитие других опасных заболеваний груши, таких как парша, различные виды пятнистостей. А если вы предпочитаете использовать медь как наиболее экологичный способ защиты из всего возможного, то это ещё и защищает от бактериального рака, настоящего бича наших грушевых насаждений. Итак, если вы провели обработку и в течение двух-трёх часов прошёл дождь, пожалуйста, после его окончания не поленитесь, обработайте груши и обязательно можжевельники ещё раз. Дело в том, что поскольку болеют два растения, два хозяина, то чтобы как можно больше искоренить инфекционное начало в саду, нужно работать и с тем, и с другим растением. Если вы, конечно, не можете полностью отказаться от использования можжевельника в ландшафтном дизайне. Осенью, когда начинается листопад, мы обязательно проводим искореняющую обработку препаратами мочевины карбамида, либо мячной селитры 7-8%, либо крепким раствором медного купороса бордосской жидкости 3-53%, для того, чтобы как можно больше уничтожить остатков инфекций на листьях. Полностью 100% биологической эффективности ни один препарат, наверное, не даёт. Поэтому небольшие пятнышки ржавчины на грушах всё-таки будут даже при самой тщательной защите. Но согласитесь, лучше иметь 2-3 пятна на всё дерево, чем иметь полностью поражённое дерево ржавчиной. Итак, повторяем. Для того, чтобы защитить наши груши от ржавчины, мы обязательно должны опропатывать и можжевельники, и деревья. Второе. Начинаем обработку от этого возбудителя рано весной, в конце апреля-начало мая, когда устанавливается температура плюс 5, плюс 10, и в прогнозе вы видите, что стоят дожди, устанавливается дождливая погода. Следующий момент. По окончании цветения, когда опали все лепестки, и началось разворачивание листовых пластинок. Появились молодые листья, которые очень восприимчивы к заражению болезнью. Следующая обработка. Через 2-3 недели, когда плод достигнет размера с лесной орешек, и, соответственно, тогда, ещё одна обработка, тогда, когда плод станет размером с грецкий орех. Если инфекционный фон у вас небольшой, то есть ржавчина развивается ежегодно, но не настолько сильно, чтобы вызвать серьёзное поражение, этих обработок обычно хватает. Если же у вас большой массив, где ржавчина ежегодно вспыхивает, как пожар, то количество обработок можно увеличить, проводя их с интервалом 2-3 недели. Если погода дождливая, количество обработок мы, соответственно, увеличиваем. Если стоит засушливая, сухая, их можно проводить меньше. Если вы по какой-то причине не смогли провести обработку своевременно, были в отъезде, прошли дожди, ситуация резко ухудшилась, то обработку от ржавчины можно провести и позже. Главное условие, чтобы до уборки урожая оставалось не менее, чем 3 недели. Ну и если у вас есть сорта груш летние, которые вы собираете в августе, то после их сбора можно спокойно провести ещё одну защитную обработку любым из препаратов для того, чтобы сохранить как можно полнее здоровье ваших деревьев. На этом такой небольшой краткий экскурс по поводу борьбы с ржавчиной у нас окончился. Здоровья вам и вашему саду, процветания и подписывайтесь на наш канал Процветок. До новых встреч!